Привет, друзья! В сегодняшнем ролике я начну с заезженной фразы, вы меня постоянно спрашиваете. Знаете вот эту тему, да? Так вот, самые распространенные вопросы о зажигалках Zippo, насколько стойкое покрытие у нее, слезет ли рисунок и что будет с ней через некоторое время эксплуатации. И вот, чтобы ответить на них наглядно, Zippo Fan Club запускает проект тестирования покрытий зажигалок Zippo. А я, в свою очередь, буду ведущим этого проекта, так что не удивляйтесь, видя меня на этом канале. Тем более, что это не первый раз. Все видео будут выкладываться как здесь, на канале Zippo Fan Club, так и на моем канале Zippo Collection. Там мы уже определимся, что и как. Так что следите за новостями и постарайтесь ничего не пропустить. Теперь к самому проекту, друзья. Как это все будет происходить? Всем тестировщикам будут разосланы абсолютно новые модели, которые предварительно я сниму, зафиксирую их изначальное состояние. Это нужно для того, чтобы можно было сравнить начальное состояние модельки и уже ее состояние после использования в течение трех месяцев. Как раз на это время и рассчитан данный проект. У вас уже, наверное, возник вопрос, друзья, почему три месяца? Ну, тут все просто. Вспомните себя. В течение какого времени вы, скажем так, сдуваете пылинки из новой вещи? Ну, это где-то два-три месяца. Потом вы уже просто перестаете замечать, появилась ли там новая царапина или нет. Какие будут требования к тестировщикам, я расскажу в следующем видео. Оно выйдет где-то недели через три. Ну, тут уже не ругайтесь и не хейтите меня. Я уже говорил, что мне нужно отснять все модельки, чтобы посмотреть на было и стало. Плюс разослать их все по местам. На это тоже требуется время. И, кстати, друзья, нам не хватает еще одного тестировщика. Так что, если кто-то хочет поучаствовать, то оставляйте комментарии под видео. Мы выберем десятого участника. Так как зажигалок для теста всего десять. Единственное условие – постарайтесь оставить какой-нибудь креативный комментарий, а не просто написать «участвую» или, как это часто бывает на практике, поставить плюсик. Я думаю, что из всего нашего комьюнити найдутся креативные люди. Ну, а теперь о самом главном. Вчера я получил посылочку от Ивана Трофимцева, владельца Zipo Fan Club, со всеми испытуемыми моделями. Как раз сейчас распаковочка перед вами. Все приехало в целости и сохранности, чтобы вскрыть, пришлось даже немного попотеть. Тут уже все готово к рассылке, упаковка, конверты для адресата. Подставки для зажигалок, чтобы было удобнее их снимать и фотографировать. И сами десять первых зажигалок. Друзья, почему первых? Этот проект не разовый. В первую волну войдут вот эти модельки. Я их сейчас все покажу вам поподробнее. После уже будут тестироваться зажигалки с другими покрытиями, которые вам тоже будут интересны. Ну а сейчас первая десятка во всей красе. Почему она и что мы хотим проверить, сейчас все подробно расскажу и покажу. Первая моделька это вот такая зажигалочка с накладкой. Она 1997 года в корпусе Hide Polish Chrome. И вот хотелось бы посмотреть, как она себя ведет в условиях жесткого использования. Здесь у нас уже получается двойной тест. Во-первых, как поведет себя накладка. Во-вторых, сам корпус. Все-таки он полированный, и вот как на нем будут оставаться все царапки. Плюс к этому зажигалке более 25 лет. А сейчас идет очень много споров, что качество раньше было лучше. Ну что ж, посмотрим. Открывать саму зажигалочку я не буду. Она заклеена предупреждающим стикером. Это сделает тот, кто ее будет тестировать. Ну а мы переходим ко второй модельке. Это зажигалка с принтом Playboy. Вот такая вот красавица. Она у нас 2020 года. Покрытие у нее Street Chrome. Ну с ним все понятно. Оно достаточно практично. Если появятся свежие царапины, то их не будет особо видно. В основном цель состоит в том, чтобы протестировать принт на зажигалке. Как он себя поведет в течение этих трех месяцев. Как он будет стираться. Думаю, многим это будет интересно. Тем более, что вопросов на эту тему было задано уйма. А я с зажигалками с принтами никогда не пользовался. Третья зажигалка. Это классика, друзья. Реплика 1941 года. С покрытием Black Crackle. Зажигалочка 2021 года. Уже с измененным штампом. На котором вместо патента уже надпись 1941 реплика. По этому поводу тоже много вопросов звучало. Почему так? Может быть это подделка? Нет, ребят. Просто в компании приняли такое решение по изменению штампа. Вот так вот выглядел штамп до 2021 года. Это моя моделька. На тест уедет вот это вот 2021. Вот так выглядел штамп до 2021. Здесь указан номер патента. Вот от этой зажигалки мы ждем выполнения обещаний Брэдфорда о повышенной износа стойкости этого покрытия. Что ж, посмотрим. Четвертая зажигалка, которая участвует в тесте, это тоже реплика 1941 года. Но уже с покрытием Raptor, с которым выходили клубные модели прошлого года от Zippo Fan Club. Хочется посмотреть, как она поведет себя в условиях длительного использования на кармане. Пятая модель, друзья, это зажигалка с покрытием Great Dusk. Вот так она выглядит. Она 2022 года. Это моделька из серии Candy с лакированной поверхностью, под которым видно покрытие зажигалки. Здесь уже стоит цель выявить, через какое время начнет сходить сам лак и проступит под ним покрытие. Шестая зажигалка для теста с покрытием 540 Color, которые так сейчас продвигают в компании. Оно само по себе достаточно гладкое. Это круговая печать. Прошу не путать с обыкновенными принтами. Тут технология нанесения совершенно другая. По заявлениям производителя, оно достаточно стойкое. Вот как раз мы это и проверим. Седьмая моделька – это зажигалка с покрытием Mercury Glass. Это вот такое шершавое покрытие, напоминающее Vane. И вот тут хотелось бы посмотреть, как долго оно продержится и как выглядит сама моделька, когда станет немного потертой. И тут как раз можно будет узнать, что находится под этим покрытием. Восьмой зажигалкой для теста взяли модельку с покрытием Indigo. Очень красивое покрытие с зеркальной поверхностью. И вот тут хочется проверить, насколько его долго хватит. Мне даже интересно, быстрее зацарапается первая зажигалка с накладкой с обратной стороны. Там мы как раз видели полированный хром. Или все же вот это покрытие. Следующая модель – это клубная работа. Здесь художник от руки на подготовленном основании расписал зажигалку на тему миньонов. Фон у неё чёрный, поэтому все царапки и ляпы будут появляться очень быстро. Здесь будет основное тестирование лакировки зажигалки, потому что оно заявлено как устойчивое к истиранию. И десятая моделька, друзья, это Candy Red. У нас уже есть похожее покрытие. Это Grey Dusk, но Grey с плоской поверхностью. А здесь уже с выдавленным черепом. И вот хотелось бы проверить, как будет вести себя данное покрытие вот именно на этих участках неровностях зажигалки. Вот эти зажигалки войдут в первую волну теста. А через пару-тройку недель, как я уже и говорил, выйдет следующее видео уже с представлением каждого тестировщика и видеокурсом для него. Так что, друзья, внимательно следите за новостями в Zipo Fan Club и ничего не пропустите. Я думаю, что будет интересно. Ну а на сегодня все, друзья. Всем удачи. Пока-пока.